Наговицына Валерия, 16 лет, Константин Симонов, женщина из города Мичуга. Я вас обязан известить, что не дошло до адресата. Письмо, что в ящик опустить, не постыдились вы когда-то. Ваш муж не получил письма, он не был ранен словом пошлым, не вздрогнул, не сошел с ума, не проклял все, что было в прошлом. Когда он поднимал бойцов в атаку у руин вокзала, тупая грубость ваших слов его, по счастью, не терзала. Когда шагал он тяжело, стянув кровавой тряпкой рану, письмо от вас еще все шло, еще, по счастью, было рано. Когда на камне он упал и смерть оборвала дыхание, он все еще не получал, по счастью, вашего послания. Могу вам сообщить о том, что, завернувши в плащ палатки, мы ночью в сквере городском его зарыли после схватки. Стоит звезда из жести там, и рядом тополь для приметы. А, впрочем, я забыл, что вам, наверное, безразлично это. Письмо нам утром принесли, его, за смертью адресата, между собой мы вслух прочли. Уж вы простите нам, солдата. Быть может, память коротка у вас, по общему желанию, от имени всего полка я вам напомню содержание. Вы написали, что уж год, как вы знакомы с новым мужем, а старый, если и придет, вам будет все равно не нужен. Что вы не знаете беды, живете хорошо и кстати, теперь вам никакой нужды нет в лейтенантском аттестате. Что писем он от вас не ждал, и вас не утруждал бы снова. Вот именно, не утруждал. Вы побольней искали слово. И все, и больше ничего. Мы перечли их терпеливо. Все те слова, что для него, в разлуке часть в душе нашли вы. Не утруждай, муж, аттестат. Да где ж вы душу потеряли? Ведь он же был солдат, солдат. Ведь мы за вас с ним умирали. Я не хочу судьей быть. Не все разлуку побеждают. Не все способны век любить. К несчастью, в жизни все бывает. Ну хорошо, пусть нелюбим. Пускай он больше вам не нужен. Пусть жить вы будете с другим. Бог с ним, там с мужем или не с мужем. Но ведь солдат не виноват в том, что он отпуска не знает. Что третий год себя подряд вас защищая утруждает. Что ж, написать вы не смогли. Пусть горьких слов, но благородных. В своей душе их не нашли, так заняли бы где угодно. В отчизне нашей, к счастью, есть немало женских душ высоких. Они б вам оказали честь, вам написали б эти строки. Они б за вас слова нашли, чтобы облегчить тоску чужую. От нас поклон им до земли. Поклон за душу их большую. А бывший муж ваш, он убит. Все хорошо. Живите с новым. Уж мертвый вас не оскорбит. В письме давно ненужным словом. Живите, не боясь вины. Он не напишет, не ответит. И в город, возвратясь с войны, С другим вас под руку не встретит. Лишь заодно еще простить придется вам его. За то, что, наверное, с месяц приносить, Еще вам будет письма почта. Уж ничего не сделать тут. Письмо медлительнее пули. К вам письма в сентябре придут. А он убит еще в июле. А вас там каждая строка. Вам это, верно, неприятно? Так я от имени полка беру его слова обратно. Примите же в конце от нас Презрение наше на прощание. Не уважающее вас. Покойного однополчания. Продолжение следует... Продолжение следует...